МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Нью-ТВ, информационная программа Гюнджерюш, в студии работает Руслан Харизов. Здравствуйте! И вот главные темы уходящего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вымогал 100 тысяч сомов за заключение. В Джалабадской области с поличным задержали суд медэксперта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня всемирный день борьбы против рака. Эксперты указали на проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются анкобольные в Кыргызстане. То, что указано в нашей программе госгарантии, значит, финансирование на нас сегодня не хватает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5-6 километров приходится преодолевать детям села Кынурогус. В данной местности нет школы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С поличным при получении взятки поймали заведующего межрегиональным отделом судебно-медицинской экспертизы по Джалабадской области. Об этом сообщили в госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. По ее данным в ГСБ, с заявлением обратился гражданин Кыргызстана. Он утверждал, что заведующий отделом судмедэкспертизы по Аксиньскому району Шамал-ды-Саю и Ташкумыру шантажирует его и вымогает 100 тысяч сомов за выдачу заведомо ложного судмедзаключения. Задержанный во дворен в СИЗО номер один Бишкека на данный момент ведется следствие, подчеркнули ведомстве. В ОШИ милиция задержала подростков, издевавшихся над пожилым мужчиной. Об этом сообщила пресс-служба УВД Южной столицы. Ранее в социальных сетях появилось видео, где двое подростков, ударив мужчину, стали издеваться над ним. Ему 58 лет, троим подросткам по 16, все они студенты. После задержания виновники решили оправдаться тем, что мужчина, над которым они издевались, часто приходил к ним во двор пьяным. Они признали свою неправоту и попросили прощения у потерпевшего, прокомментировали в УВД. Сам пожилой мужчина простил подростков и не стал писать заявление в милицию. Государственный комитет национальной безопасности по подозрению в членстве международной террористической группировки задержал гражданина 1977 года рождения. Об этом сообщает ведомство. По данным комитета, задержанный ранее был судим за совершение преступления, предусмотренного статьей 241 по Старому уголовному кодексу. Как отмечается в феврале 2014 года, он незаконно изготовив поддельный паспорт гражданина Кыргызстана, с другими данными вылетел в Турцию и далее в Сирию, где вступил в состав бандформирований МТО. ГКНБ сообщает, что в отношении подозреваемого начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 395 наемничества, задержанный во дворен в СИЗО ГКНБ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бишкек с официальным визитом. Он встретился с президентом Сорунбаем Джейнбековым. Лавров рассказал, что его визит в Бишкек посвящен подготовке государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, а также заседания межправительственной комиссии. Джейнбеков предстоящий визит Путина назвал значимым политическим событием. По его словам, визит главы России станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства. Напомню, что госвизит Путина в Кыргызстан ожидается в конце марта этого года. Вода, как источник дохода, депутаты парламента считают, что пора продавать водные ресурсы соседям для покрытия расходов на содержание водохранилищ. Однако на это у Кыргызстана нет прав, считают экологи, ведь есть международные обязательства. Экономисты говорят, что продавать воду нужно, превратив ее в товар. Это, в свою очередь, требует немалых усилий. Речь, конечно, идет не про питьевую воду, а поливную. Насколько реальные предложения парламента, выясняла Перезад Бакытова. Поливной сезон Кыргызстан обязан предоставлять воду соседям в обретенных количествах. К примеру, из водохранилища Кировка в Казахстан в среднем ежегодно направляются около 700-800 миллионов кубометров, а в Узбекистан вода спускается из Папана. Вот Таджикистан получает нашу воду в среднем в объеме 450 миллионов кубометров из водохранилища Туркуль. В свою очередь, наши соседи должны брать на себя содержание этих водохранилищ. Однако, по мнению депутата Митала Кадралиева, они эту обязанность не выполняют. В год 22 миллиардов кубов воды из кыргызстанских водохранилищ уходит в соседние Узбекистан и Казахстан. Это означает, что 80% накопленной воды отправляют за соседям. На содержание этих водохранилищ ежегодно из госбюджета выделяются огромные средства. Только недавно мы рассматривали вопрос о выделении 450 миллионов на ремонт Туркульского водохранилища. Почему правительство не требует соседей оплатить расходы на содержание водоемов? Согласно действующим международным документам, накапливаемая вода в кыргызстанских водохранилищах является ресурсом общего пользования. Однако, по словам заместителя министра сельского хозяйства Джонебека Кирималиева, мы можем требовать дополнительную плату за воду в случае внесения в поправок водный кодекс, где воде дается статус товара. Казахстан раньше платил на содержание Кировского водохранилища 75 миллионов тенге. Сейчас платит 119 миллионов. После внесения изменений в законодательство мы еще повысим плату за пользование водой соседям. Этот вопрос не поднимался уже 28 лет, а все удары мы принимаем на себя. Однако, не все так просто. Сделать из воды товар думали еще в начале 2000-х. Тогда парламент назвал накопленную воду в водохранилищах таким же природным ресурсам, как нефть и газ. Но экономисты же утверждают, что в отличие от недр, стоимость ледниковых вод никто не рассчитывал. И если мы все же захотим вводить плату за воду, то нам придется пройти через череду исследований. Мир еще не практикует продажу именно поливной воды. И в этом смысле та инициатива, которую поднимают депутаты, она как бы немножко преждевременна. Если уж вот так стоит вопрос, давайте оценим потенциал ледников, посчитаем весь спектр производственных возможностей, сколько можно с экологической точки зрения отчуждать воду, сколько нужно хранить. Что же об этом думают экологи? Специалисты считают, что накопленную ледниковую воду нельзя продавать. Во-первых, это запрещает делать международное соглашение ООН. Во-вторых, это может нанести урон экологии региона. И, наконец, считать товаром это благо еще рано. Не только у нас, в других странах тоже есть воды, переходящие через госграницы. Их никто не продает, они общие. В случае, если все же вздумаем продавать, нужно тогда рассчитать наши ресурсы. К примеру, в этом году снега меньше выпало. Нужно определить, сколько объемов мы можем выделить на продажу. Вопрос продажи воды из водохранилищ давно перешел в политическую плоскость. Поэтому продажи международных вод, считающихся общим ресурсом, могут провести к некоторым конфликтам. Эксперты же считают, что наши власти не провели в этом направлении эффективную работу и советуют правительству убедить соседей признать воду товаром и решить вопрос с оплатой. В прошлом году доход республиканского бюджета прогнозировался в размере 141 миллиарда 500 миллионов сомов, но по итогам года составил 135 миллиардов 400 миллионов. Не поступило около 6 миллиардов сомов. Бюджетный план исполнен на 95,7 процентов. Об этом сегодня сообщила министр финансов Бактыгуль Джейнбаева. По данным депутата Зиадина Джамалдинова, не выполнен план по налоговым сборам в размере 2 миллиардов 300 миллионов сомов, таможенным сборам 1 миллиарда 800 миллионов, трансфертом 1 миллиарда 900 миллионов сомов, фонду госимущества 200 миллионов сомов. Правительство не поддерживает онкобольных должным образом заявили сегодня активисты во время рабочего совещания, которое было посвящено Всемирному дню рака. По их словам, в большинстве случаев многие больные умирают из-за нехватки финансов. Как всем известно, лечение требует огромных денег. Отмечу, что в 2017 году в Кыргызстане ушло из жизни по причине рака около 3,5 тысяч человек. Однако Минздрав уверяет, что помощь на бесплатной основе предоставляется. Кому именно и в каких объемах узнавала наш корреспондент Аида Амадбекова. Тот злополучный день, когда Чулпонцы Дагалеева услышала свой диагноз, не забудет никогда. Ей диагностировали рак молочной железы первой стадии. По словам женщины, в тот трагический для нее день и казалось, что на этом заканчивается вся жизнь. Сотни вопросов в голове, главный из которых, почему это случилось именно со мной. Но, как говорится, после грозы обязательно выходит ясное солнце. Так и Чулпонцы Дагалеева упорно и долго боролась с недугом, в итоге взяла верх над болезнью. По ее словам, рак – это не приговор. Борьба длилась в течение года. Из-за отсутствия высокопрофессионального оборудования в стране ей пришлось получать лечение в Белоруссии. Так как у нас аппарат очень старый, там ожоги, ну, женщины после лучевой терапии очень сильные боли, да, вот, знаете, когда семья, дети все поддерживают, вот, это очень хорошо. Мне ни одну минуту не оставляли одного. Вокруг меня все время родственники были. О проблемах в сфере онкологии говорится не первый год. Их много. Начиная от старой, некачественной техники, заканчивая недоступностью препаратов. Если человек все-таки столкнулся с этой ужасной болезнью, то ему необходимо надеяться только на себя и близких, считают активисты. Так как государство разводит руками и говорит, что бесплатно может оказывать только экстренную помощь. Однако специалисты уверяют, что деньги на предоставление хоть какой-то помощи есть, однако тратятся они нерационально. Почему-то кто-то покупает, извините, дорогие джипы, кто-то позволяет себе награждение, часы какие-то дорогостоящие. В государстве есть деньги, просто нужно их перенаправить на правильное направление, то есть рационально. В первую очередь человек, его здоровье, его право на здоровье. А потом уже все остальное. А у нас все как-то человек, особенно онкопациент, ушел на второй план. В то же время, как уверил министр здравоохранения Космосбек Чопонбаев, бесплатная помощь оказывается не только в экстренной ситуации, но и детям до пяти лет, а также пожилым людям после семидесяти. Кроме того, каждый год предоставляются препараты, также на бесплатной основе. В этом году в бюджете министерства предусматривается более трех с половиной миллиардов сумм, а также около 26 миллионов по системе единого плательщика на борьбу с онкологическими заболеваниями. Однако этих средств критически не хватает, признается министр. То есть у нас есть специальная программа, но то, что указана наша программа госгарантий, значит, финансирование у нас сегодня не хватает. Поэтому сейчас мы тоже это рассматривать будем и будем уже четко определить, кому можем действительно дать уже льготное лечение бесплатно, кому может, в зависимости от статуса застрахован или не застрахован, тоже будем определять, чтобы уже каким-то образом все эти вопросы надо упорядочивать. Не стоит далеко ходить за примером. В соседнем Казахстане лечение онкологии и вовсе бесплатное. Оно входит в перечень гарантированного объема бесплатной медпомощи. Казахстанцам доступно хирургическое лечение, химиотерапевтическое, а это около 87 препаратов и лучевая терапия. Когда в нашей стране все эти услуги стоят немалых денег. Еще есть сопутствующие препараты, которые должны помогать химиопрепаратам задействовать в организме. А это герцептин. Он 300 миллиграмм этого герцептина, 51 тысяча. Это особый тип рака у женщин с раком молочной железы. У нас в группе в основном молодые мамы, у которых маленькие дети, и зачастую мужья таких бросают, потому что понимают, что очень дорогостоящие лечения морально не выдерживают и финансовые, они просто уходят из семьи. Кроме этого, активисты считают, что в Кыргызстане необходимо усилить работу по профилактике онкологических заболеваний, так как в последнее время большинство больных узнают о своем недуге чуть ли не на последней стадии. И борьба в таком случае крайне тяжелая. Ответим, что по последним данным в нашей стране около 26 тысяч онкобольных. На первом месте больше всего встречается рак молочной железы, рак легких, а также желудка и шейки матки. С сегодняшнего дня в Кыргызстане ввели официальный документ, регистрирующий факт получения иммунизации, сертификат профилактических прививок страны. Как сообщает пресс-служба Минздрава, медработники в родильных домах и ЦСМ должны использовать систему регистрации выполненных прививок в учетной меддокументации и сертификате профилактических прививок с указанием даты, названия вакцины, дозы и серии. В родильном доме номер один в Бишкеке завтра пройдет выдача сертификата профилактических прививок. Такие же мероприятия проведут и в регионах. 5-6 километров приходится преодолевать школьникам села Кынурагуз. Дело в том, что в той местности нет школы и дети вынуждены получать образование в соседних селах. Так, местные жители на протяжении 10 лет жалуются и обращаются в различные инстанции с этой проблемой. Местные власти даже выделили землю для строительства. Однако голоса сельчан до сих пор не могут быть услышаны в полной мере. С подробностями Достан Касканов. Село Кынурагуз относится к аильному округу Козылос-Горюш-Тахтагульского района. Здесь никогда не было школы. Для решения этой проблемы местные власти выделили 200 тысяч сомов на написание проекта в надежде, что правительство посодействует в строительстве учебного заведения. Однако все тщетно, сетуют жители Кынурагуза. Также власти выделили землю под школу, площадь которой, к сожалению, с каждым разом сокращается. «Раньше я был главой Аилукмуты. Когда срок подошел к концу, я передал проект школы новому Аилукмуту. Все пять страниц. Школа до сих пор не построена, так как в госбюджете нет денег. Но, с другой стороны, проблемы жителей нашего села очень глобальные. 4-5 километров дети преодолевают, прежде чем дойти до школы. В основном школьники начальных классов. Они идут в школу в 7 утра, а приходят домой обратно уже в 7 вечера». Село относительно небольшое, население чуть более 500 человек. Но и амбиции не превышают положенного. Жители просят хотя бы одноэтажную школу с девятью классами образования. Власти ежегодно пишут письма высшей инстанции и даже президенту. Однако в ответ слышат лишь обещания. «Местные жители на протяжении многих лет не могут докричаться до властей об острой необходимости школы. По каким-то причинам ее не строят. Письма во всей инстанции пишутся. Сметная стоимость уже готова – 47 миллионов сомов. Было бы хорошо, если бы в этом году построили бы здесь школу. Детям было бы намного легче». Одно из главных проблем является то, что село расположено в горной местности и темнеет здесь довольно рано. Маленькие дети боятся ходить домой, из-за чего их родителям приходится встречать, оставив все свои дела. Иногда при необходимости дети ждут друг друга и в кромешную тьму идут домой вместе. Семьи. Детей дома много. Представьте себе, они должны идти в школу за несколько километров. Иногда приходится встречать их нам, родителям. А дома у нас дети еще меньше есть. Было бы хорошо, если бы здесь построили новую школу. Учителей в нашем селе достаточно. С одной стороны, в госбюджете нет достаточных средств. С другой – дети ежедневно на свой страх и риск учатся в соседних селах, преодолевая ночной путь. Жители рассказывают, что теперь даже в соседних школах нет мест для учеников. Порой их детям приходится сидеть по 30-40 человек в классах, что однозначно мешает учебному процессу. Достангасканов, Алтымбек Кубанчбеков, Нью-ТВ, Джаллабадская область. В столице насчитывается свыше 370 памятников, посвященных людям, событиям или же идеологиям. Есть монументы, возведенные общественным деятелям, деятелям культуры или же историческим событиям времен независимых Кыргызстана. Однако большинство туристов недоумевают, почему в демократической стране стоят памятники в честь коммунизма. Подробнее расскажет Бегема Чанбекова. Столица Кыргызстана развивается, но вместе с тем растет и число памятников людям, которые внесли определенный вклад в развитие страны, событиям или же различным идеологиям. По Бешкеку насчитывается свыше 370 памятников, один из них позади меня. По улице Киевская с 2011 года установлен мемориал великому писателю Чингизу Айтматову. Приурочен он к 20-летию независимости страны. В этом же году, буквально через день, 31 августа, был возведен памятник герою национального эпоса Манас, который считается символом Объединенной Нации. Через год, 24 сентября, в центре города появился еще один монумент, посвященный великому артисту балета Чулпунбеку Базарбаеву. Он находится на театральной аллее. Также неподалеку от театра оперы и балета находится мемориал еще одной звезды балета Бюбисары Бещеналиевой. Он был установлен в 1997 году. Но больше всего туристов удивляет памятник Владимиру Ильичу Ленину, который находится прямо возле дома правительства на Старой площади. Отмечу, что установлен он был еще в 1984 году возле исторического музея. А в 2003 был демонтирован и перенесен в сквер с северной стороны данного музея. Целью переноса являлось отдалиться от советской идеологии. Должен он здесь стоять или нет, мнения историков разнятся. На пересечении проспекта Чуи и молодой гвардии стоит памятник, посвященный коммунизму. Здесь были установлены комсомольцы, которые боролись с врагами Советского Союза. Иностранцы, которые прибывают посмотреть нашу демократическую страну, удивляются надписи «Мы шли в бой за коммунизм». У старшего поколения есть на этот счет сведения. Ну а что скажет молодое поколение? Ну а что скажет? Судя по ответам, большинство молодых людей не знают, почему и зачем был установлен данный монумент. Однако можно сделать выводы. Устанавливая памятник, не всегда можно остаться в памяти у народа. И на этом у нас сегодня все. Наши журналисты продолжают следить за развитием событий в стране и за ее пределами. В студии работал Руслан Харизов. Увидимся завтра. Руслан Харизов. Увидимся завтра. Руслан Харизов.